Сегодня мы с вами говорим про то, когда действительно поджелудочная железа полностью отмирает. И здесь мы с вами говорим про то, на что можно повлиять. Первое, конечно, если эта история есть, то эта история прям-таки очень-очень сильно распространяется на все. Я могу сказать, что пройдемся изначально по симптомам и как эти симптомы исправить и как на них повлиять. Кстати, поджелудочная железа отмирает очень агрессивно и быстро. Эта история распространяется на другие органы и из всех возможных действительно очень важно все это понимать. Ранние признаки это потеря веса, плохой аппетит, усталость. Человек не меняет свой рацион и вдруг начинает худеть, бывает теряет аппетит, а бывают две стороны, две крайности. Когда он просто очень-очень сильно набирает вес, ест много и это тоже бывает две крайности. То есть, когда не кушает, да, у него просто нет сил, вздутие живота, жидкий стул, проблемы с пищеварением, протеря аппетита. И другой момент это, когда вы постоянно повышаете инсулин, частыми приемами пищи, углеводами развивается инсулин резистентный, затем развивается диабет, преддиабет. И у диабетиков поджелудочная железа атрофируется, то есть она уменьшается просто в размерах, она перестает выполнять свои функции и, соответственно, вырабатывать гормоны, ферменты. И другой момент сахарный диабет вызывает дисфункцию и происходят моменты очень печальные с другими, совершенно другими серьезными органическими проблемами. Поэтому у диабетиков со временем появляются проблемы с пищеварением, они не могут извлекать из-за еды жирорастворимые витамины, у них развивается дефицит витаминов А, Д, Е, К, витамина Д. И, соответственно, у большинства населения есть инсулинорезистентность, но многие не знают о вот таких проявлениях. Поэтому поджелудочная железа очень-очень любит, когда вы не пьете алкоголь, не пьете кофе натощак, когда вы на низкоуглеводной диете не переедаете фруктозой, когда у вас все в порядке с кишечником, когда у вас есть аминокислоты для построения вообще гормональной истории, когда вы не кушаете каждые 2 часа, и напоминаю, поджелудочная очень любит, когда у вас достаточно калия, то есть когда вы едите еду, у вас должна быть достаточная порция салата или чего-то, что содержит калий, чтобы инсулин нормально регулировать. Другой момент, если уже есть проблемы, это может быть вызвано вирусами, бактериями, они тоже очень любят вашу поджелудочную железу. Соответственно, если постоянно перекусывать, кусочничать, либо делать вот эти вот перебежки, то инсулин будет постоянно повышен, и, соответственно, вы будете чувствовать себя абсолютно-абсолютно дискомфортно. И когда мы с вами говорим про потерю веса, стресс, тревожность, то есть очень важно обратить внимание на диету полноценную, где много овощей, витаминов, минералов, антиоксидантов, и здоровая версия палеодиеты, это супер то, что работает. Я за низкоуглеводную диету, то есть не чтобы у вас было огромное количество углеводов, которые влияют на состояние стресса, поэтому здесь я говорю про лоукарб, но не кето, потому что кето могут не все себе позволить ввиду ограничений с нутрицептиками и вообще, в принципе, всеми анализами. Вот. Ну, а если про поджелудочную железу, то то, что ее разрушает, это вся химия, всякие постоянные вот эти зерновые, вы думаете, это полезно? Нет, для поджелудочной железы не очень это и полезно. Стресс влияет и образ жизни. И многие, кстати, не понимают, что воспаление идет, а человек испытывает хронический-хронический стресс, поэтому так поступать нельзя, и нужно беречь свое эмоциональное и физическое состояние. Если вы нервничаете, это тоже бьет по вашей поджелудочной железе. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу, вы на моем канале.